здравствуйте это канал максимации и мы возвращаемся в angry birds star wars 2 и играть сегодня будут со своего телефона потому что на эмуляторе что-то не хочет вылетает почему-то на эмуляторе короче сегодня будем играть в бонусный эпизод под названием управляя своей судьбой который в котором очень много уровней по 30-ному уровню в каждой стороне и я не уверен что мы пройдем за одну серию хотя посмотрим посмотрим но возможно это будет серия только по птичьей стороне и будет отдельная по свинской но в общем посмотрим как пойдет текущий уровень у нас начинающий джедаи и мы ну и давайте в на взломной версии играю я тут специально на своем смартфоне все перепрошел но кстати перепроходил я честно почти что не пользуясь персонажами из-за меню другими иногда использовал но так редко но для этой главы они нужны знаешь ты уже привело тебя что судьбу теперь тебе пора тебе встретить пора свою лишь оружие это при себе понесешь мудро используя его терпением и мудростью вымощен джедая путь говорит йода который многие годы обучать обучал юных джедаев 800 лет и мы короче говоря здесь у нас яйца и мы должны из этого меню убирать за кого за кого будем играть и здесь есть уровне по всем локациям по которым мы играли ну правда за исключением корусанты и камина почему-то их нету яйца почему-то издает звуки таскинов статуина ну и в общем давайте как я уже говорил мы будем играть и обязательно нужно поиграть за тех персонажей за которых мы не играли предыдущих сериях по этой игре и давайте возьмем люка скайуокера конечно же он выглядит как пандерберт старвар с первой части но он здесь трижды взмахивает мечом световым вот как это выглядит он наносит весьма большой урон у каждого персонажа у меня включена постоянность но мы будем играть кое-каким условиям мы будем использовать только одного персонажа только один раз да и то с люками я и так могу только один раз сделать но есть также три разновидности люка есть еще люк на эндере который два взмаха делает световым мечом такого люка в нгб старвас обычный не было я потиже сделал что в микрофон сильно не попадала на три звезды идея то что я вот взломной версии играю не не то чтобы читерство там все дела но действительно имеющиеся персонажи бы мне бы не хватило чтобы все это пройти ну и во-вторых действительно я хочу продемонстрировать всех персонажей которых бы не играть поэтому я считаю цель правильной и есть еще люк люк пилот который работает так же как люк со второго апгрейда с синим световым мечом но выглядит как пилот такого мы видели только в одном ролике в первом ролике пасу за джеки эпизода там было не давать другому и он короче делает одним зма один взмах синим световым мечом она такой удар был неплохой моторчик уничтожает у нас все дальше какого бы еще бы нам персонажей спробовать я да вот вы видели только что надпись сверху я это взлом на этой взломной версии не рекомендуется играть со включенным интернетом так как тут по системе аккаунтов и через перезапуск может прогресс измениться поэтому я ввел в разрешение приложения не использовать интернет чтобы это давайте хана соло теперь попробуем тоже из angry birds star wars первой части здесь есть все персонажи из первой части angry birds за исключением оби-вана кеноби оттуда потому что оби-вану здесь есть вот этот но давайте его используем в чем гнев принципе нам не запрещено и он тоже самое делает абсолютно ну и этих повстанцев синих синих нету еще вместо них тут и юнлинги есть ну впрочем люк пилот он он похож на на них кстати только красные а там-то они были синие надеюсь и вместо в у меня в телефоне немного к сожалению надеюсь что хватит нам его на то чтобы записать давайте теперь лею и испробуем она у нас действует как падма а под мой т.м. мать ее кстати велико как падма только на она наоборот не отталкивает а притягивает есть конечно же по крайней мере почти все персонажи из первой части со свинской стороны и теперь можно будет за них даже поиграть что мы обязательно на свинской стороне сделаем подарки нам вручают только небольшие правда совсем уровень 4 всего 31 их нет мы каждому каждому каждой стороне по одному по отдельности будем делать серебряный c3p у нас есть он такой же как он делает то же самое что золотой c3p но он на 4 а не на 6 частей распадается и наносит больше урона польза от него все равно не так много я бы сказал динамит его и у этого урона не хватило чтобы взорвать динамит испробуем лэнда давайте лэнда калрисян по моему зовут его так она давайте снова испробуем и люкаем а уже не нужно ну ладно как-то реально странно что таскинов звуки издают яйца этим а здесь только одна звезда ну да ладно ох ты ж нифига себе тут поезд ему так я хотел персонажей из павцы звездные войны повстанцы использовать на соответствующих уровнях но думаю чопера можно взять похож чем-то на ар 2d2 но он короче у него прикольная такая способность он поджигает 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 и может делать это как некоторое какое-то время вот его способность реально очень прикольная давайте ханы испробуем эх что ж такое за кого же мы не играли еще за 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 хана соло в карбоните мы не играли в пятом эпизоде его замораживают в карбонит и короче можно его запускать короче он замораживает все объекты вокруг себя тем самым позволяя следующим птицам или же свиньям если мы их выберем носить большую wicked появляются в шестом эпизоде фильма и они делают вот так ну или давайте в конце я отправим эх ну что же такое кого выбрать вряд ли это поможет конечно кого бы испробовать мы чубаку еще не пробовали кстати до этого нам больше мы с винду подойдет это что-то я это не достал давайте на кино из первого эпизода тогда а он все сдох да как-то не очень получилось так а теперь у нас идет татуин давайте с помощью чопера снова все сожжем но не сильно конечно это нам помогло есть чубака также из-за первой части ингребер старого столько наносит он не очень-то большой урон конечно люкс эндора давайте вот так вот не мы точно обе стороны свинскую птичу задум себе не пройдем это только шестой уровень а мы уже 12 минут потратили надо быстрее так здесь нам хан соло снова потребуется чтобы уронить все эти камни к сожалению они не все упали калрисиан думаю справиться с этим еще один свинтус остался у нас здесь добьем его люком пилотом вот так надо будет еще пройти призовую главу собрать всех персонажей на ней это же бонусную серию поэтому сделать даже две бонусные серии поди тоже также будет наверняка кого бы тут выбрать нет свиней мы не выбираем так нет я немножко не так хотел вот так давайте сделаем я бум бум и вот это чет не заметил сначала еще один остался надеюсь добраться до него получится ну можно ли туда запустить например вот так вот отлично во всяком случае точно не у нас не будет сегодня уровне на которых мы будем долго сидеть ибо мы любых персонажей использовать с вами можем кого бы нам использовать давайте заморозочку используем ладно от нее толку не так много вот вот поджечь наверное было бы неплохо тут чего-нибудь ну только одно сожгли а так сильно большой пользы это нам не дало давайте панаку что ли запустим их колеса взорвались жаль 10 уровень а уже шестнадцать минут надеюсь места хватит живот жаль жаль к сожалению нельзя там сделать настроить так чтобы файлы на карту памяти сохраняется на карте памяти места вообще полно господи кого я выбрал этого нам рано еще пока выбирать еще один вертолетик внизу есть так кого бы здесь нам испробовать ну да под подходит вполне да подходит так следующее опять набу у нас но уже друг немного другая более что-то не то сделал по моему давайте 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 наверно по данной испугу испробуем мы любых все равно выбирать можем так так остался нут ганры и замочить осталось его чуть не получилось надо кого-то еще надо кого-то другого у нас применить левую применим да что ж такое а он упадет щас не надо мне последнего шанса он сейчас сдохнет чем не щелкаете тут еще разы кто-то остался никого не осталось и мы еще вы гоните мне чуть чуть ли не хватило до ста процентов а вот здесь чокера надо пробовать все сожжем на фиг сейчас нет что то эффект не сильно большой получился давайте еще раз ну эффект не такой прикольный как я хотел получился тут у нас как получится еще да что ж такое а ну вот другое дело лэнда собрали мы так ну и тут наверно можно чопера применить а вот тут к сожалению не достал огонь до них ну ладно здесь зажгло неплохо я уж думал динамит не взорвется так сделаем 3 звезды прекрасно джедай подмастерье это при повышении рангов нам выдают подарки нут ганрея чё-то далеко замуровали конечно как нам его теперь достать да ешкин кота да ешкин кота так ну вице-король сдох да что ж ты будешь делать а вот так хорош лею собрали мы вот это построечки кстати говоря когда этот эпизод вышел первый раз там мы он содержал всего по 15 уровней и вот этот уровень был последний я до сих пор помню но потом вышли обновление в котором еще появились уровне ну что бы тут использовать эх как он его не пробило ай ладно он так другой камень на него упал а то ничего страшного ну ну еще бомбу мы можем поскидывать еще парочку боевых дроидов у нас осталось кем бы нам их уничтожить нет люк нам не помог тогда и анакина маленького используем или вот так хорошо и вот следующая локация какого-то фига сразу же к эпизоду мятежники относятся у нас которые происходят спустя 10 или сколько там лет после событий третьего эпизода что вы как-то нелогично на мой взгляд здесь уже штурмовики наш пыль вы появились которые были в первой части angry birds а стоп пора показать вот этих персонажей например канон например вот этот не помню как зовут его но неважно короче он в он взрывается как бомб в оригинальный angry bird жаль только недель немножко не долетел да то куда да откуда надо бы каноны ярус он у нас супер мега ускоряется и вот так пролетает наносит до уносит достаточно большой урон объектом которого он пролетает да что ж такое до этого добраться не так-то просто как же добраться до этого чувака можно использовать геру он вот так и зовут который устанавливает пушку который стреляет во всех во всех свиней которых видит только похоже этот нам не подошел вариант надо придется использовать не каноничный вариант мэйс винду там это уже не было в живых но но ничего не поделаешь хотя чё я парюсь мы можно говорили что мы в этом режиме можем кого угодно брать берем взрывного чудака как зовут я реально не помню если если помните то пожалуйста в коментах напомните я блин она же отражает вот так не причем из мятежников у нас здесь от жилых две страницы зачем-то давай взрывайся во хорош чопера чуть-чуть видимо одного процентика не хватило чоперу замечательно так можно сделать не знаю поможет сильно ли он нам поможет но попробуем плохая идея была давайте этих попробуем их много чай толку какой какой-нибудь ток да 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 не небольшой толка не дали может кит фиста нам поможет да ёпт давайте поставим пушку все больше не ничего не будет ломать а блин он же не уже именно в ту сторону который летает может так делать только так ну и с этим осталось разобраться телефон уже нагрелся из-за того что запись идет надеюсь как бы место не закончилось уровне то еще не так уж и мало так используем вот это лэнда используем блин и как я сразу не вдумался вот эти штуки стрелять три звезды хорошо так кого бы нам тут запустить вот тут взрывной чувак нам получше пригодится пригодился ну и сделаем вот так одна звезда так кого выбрать когда кстати не понимал почему имперские офицеры вот эти свиньи зеленый издают звук как у боевых дроидов ерунда какая-то это мне кажется да блин да блин ай ладно ну хоть так а вот здесь чопера в самый раз использовать кстати говоря это джооносис корусан зачем-то пропустили сразу джооносис причем две страницы джооносис зачем я не знаю могли бы вместо второй страницы корус вместо первой точнее страницы корусан вставить джооносис джооносис пули они больше урона наносят хотя тоже не такой как я хотел бы чоперы рыцарь джедай у нас ранг чё у нас за подарок много персонажей но все равно но джанго фэт у нас здесь появляется так ладно попробуем этого использовать ммм хороший удар получился неплохой мастер джедай это ранг по количеству звезд у нас собственно говоря определяется здесь у нас опять много дерева а чопер значит тут будет опять в тему ммм хе-хе-хе-хе-хе давайте чубаку двадцать шестой уровень осталось немного и надеюсь нам хватит того чтобы память в телефоне не забилась там 4 гигабайта оставалось и как раз почти 40 минут уже прошло наверное столько может оно занять здесь бы нам кого испробовать давайте люк осталось все четыре уровня надеюсь мы успеем их пройти кстати говоря в энгри бёртс старварс первой части похожий уровень где тоже типа паутинка была такая так кого бы тут нам выбрать вот так вот отлично даже динамит бомбанул в итоге давай уровень заканчивайся быстрее я мало времени то память забьется мастер джедай 2 2 звезды здесь мне кажется в тему взрывной голубчик будет наш но взрывает он не так эффективно как бомб в оригинальной энгри бёртс ну довольно таки не слабый урон все же он нам все же он сделал да что ж такое хорош ну а взрыв того динамита просто бы нам кредит прибавил чуть-чуть так что в нем смысла в нашем случае нет осталось два уровня ого их три ничего себе давайте сделаем вот так на отлично это было великолепно последний уровень и давайте вайгона джина возьмем самый первый персонаж за которого мы играем толку он нам не принес давайте еще раз да от него я почему его не брал потому что толку от него не очень-то много ну ладно в динамит хоть попал давай давай падай быстрее ну и последний удар сделаем тем кого мы сегодня впервые первый раз взяли итак ребят короче вот все запись остановилась из-за нехватки памяти может на камере увидите завершение этого эпизода короче говоря ранг мастер джедай 2 у нас получился и короче говоря 58 звезд мы собрали следующая серия будет посвящена свинской стороне этого же эпизода до памяти нам не хватило но мы хоть успели все уровни пройти в нужный момент ладно на сегодня закончим с вас лагозы подписаться с меня эпичные видосы спас финской стороне тоже скоро сделаем обзорчик подписывайтесь на стрелец канал на блоговый канал спадеру вконтакте всем пока